Друзья, вы на канале ЮАНьюз. За подписку, лайк и комментарий будем рады. Ну а мы начинаем. Украина готова к контрнаступлению, заявил Данилов. Это может произойти завтра, послезавтра или через неделю. Было бы странно, если бы я назвал даты начала тех или иных событий. Перед нашей страной стоит очень ответственная задача. И мы понимаем, что не имеем права на ошибку, заявил секретарь СНБО. Напомним, что сегодня утром главнокомандующий ВСУ Валерий Залужный опубликовал мощное видео, в котором военные обращаются к Украине с просьбой благословить решительное наступление. Пришло время возвращать свое, заявил Залужный. А мы держим кулаки за ВСУ. Украина. Редна земля мати. Господь, отец наш небесный. Благословите. Благословить! Я буду уничтоживать! Горьки земли, высканы мои бр元кие! Благословить моих отослов. Нехай рука моя буде твердою! Шооб нивิihin ворогів! Нехай око моя буде ясным! Шооб нивити военных! Нехай зброя моя буде справную! Шооб нивити военных! Нехай воля моя буде сталь! Шооб нивить ворогів! Украина, родная земля Матерь, Господь, Отец наш Небесный, благослови наш решительный название, нашу священную поездку, нашу святую победу. Тем временем американский сенатор от республиканской партии Линдси Грэм находится с визитом в Киеве. Чем быстрее будут предоставлены дальнобойные ракеты «Атак МС» и кассетные боеприпасы, тем больше территории вы сможете вернуть и меньше жизни будет потеряно, заявил Грэм на брифинге. Также он добавил, что это оружие сможет сделать вероятный успех на фронте большим, спасет украинские жизни и ускорит вывод российских войск с территории Украины. В Белгородской области ряд населенных пунктов уже не контролируется Кремлем. Представитель Гур-Эмо Андрей Юсов сообщил, что восстание РДК и Легиона Свободной России набирают обороты и масштабы. Российские власти уже оставили некоторые поселки. Есть несколько поселков на приграничье, из которых фактически ушли фрошистские власти. В принципе, там сейчас нет власти ни одной. Юсов также отметил, что пока серьезных столкновений и боев российских повстанцев в Белгородской области с регулярными войсками нет. И это мы увидим позже. В результате операции в Белгородской области была собрана важная для украинской разведки информация. Об этом также сказал Андрей Юсов. По словам представителя Гур-Эмо Украины, сейчас задачей российских партизан является освобождение государства от путинского режима. Андрей Юсов проинформировал, что силы сопротивления действуют как в приграничных селах России, так и в столичном регионе страны-агрессора. Их задача сейчас, если мы говорим о Белгородщине, это освобождение этих земель от господства путинского режима, который для жителей этих территорий, представителей разных народов, разных национальностей является очевидным режимом внутренней оккупации. А если мы говорим о ряде народов, которые имеют более высокий уровень определенного политического сознания, то это даже не внутренняя оккупация, это, собственно, прямая внешняя оккупация. Например, если мы говорим о народах Кавказа или Татарстана, пояснил он. К слову, на днях РДК похвастались новым освобожденным населенным пунктом. Иногда мы заходим шумно и ярко, как это было недавно в Белгородской области. Но порой обстоятельства требуют более тихого проникновения, написали в Бровольческом корпусе. «Легион свободы России» опубликовал также видеооперации в Белгородской области, а также кадры столкновения с военными РФ. Тем временем в Щебеке на Белгородской области ничего не происходит. После серии прилетов испарилась подстанция, в городе частично нет света. К слову, там находится дамба Белгородского водохранилища. Тем временем на Бахмутском направлении наблюдается снижение темпов российских наступательных операций. Вероятно, силы обороны начнут новую фазу операций и затруднят запланированную передачу позиций Вагнера российским подразделениям в Бахмуте, передает Институт исследования войны. Российским войскам может быть сложно заменить Вагнера в Бахмуте, в частности, из-за успешных ограниченных и локализованных украинских контратак. Украина запросила у Германии дальнобойные ракеты «Таурус», передает Шпигель. Как сообщает издание, со ссылкой на спикера Минобороны ФРГ соответствующий запрос ведомству поступил недавно. Дальнобойные ракеты «Таурус» являются аналогом «Шторм Шэдоу» ранее переданных Украине Великобритании и способны наносить удары по целям на расстоянии 500 километров. Также стало известно, что НАТО наращивает военное сотрудничество с Украиной в киберсфере. Вице-премьер и глава Минцифры Михаил Федоров провел переговоры в Брюсселе с замом генсека НАТО по новым вызовам Дэвидом Ван Виллом. Минцифры НАТО определили два важных направления – экспертная поддержка альянсом украинских оборонных стартапов и определение финансирования украинских инноваций, которые будут полезны и союзникам. НАТО срочно выделяет 1 миллиард евро на разработки в Европе технологий двойного назначения, в которых может принять участие Украина. Альянс признал, что во время отражения агрессии Украина является идеальной площадкой для разработок и тестирования лучших вариантов «Дефенс ТЭЧ» – оборонной технологии. Система ситуационной осведомленности «Дельта», отражающая ситуацию на поле боя в реальном времени, была создана в Центре инноваций и развития оборонных технологий Минобороны Украины по стандартам НАТО. Финальное закрепление договоренности по инновациям и финансированию может быть закреплено в июле на саммите лидеров стран НАТО в Вильнюсе. Глава СБУ Малюк раскрыл детали подрыва Крымского моста и атаки дронов на корабли РФ Севастополя. Что касается ситуации с Крымским флотом, а именно атаки водными боевыми дронами, то СБУ была автором того оперативного замысла и реализовала его, отметил Василий Малюк. А Крымский мост добавил Малюк вполне законная цель – логистический путь, который мы обязаны были врагу перерезать. Тем временем украинские солдаты начали обучение на танках «Абрамс», пишет издание The New York Times. Обучение займет от 10 до 12 недель. В состав первой группы обучающихся вошли 400 человек. Ранее Минобороны США отправил в Германию 31 танк для обучения украинских солдат, пишет газета. В РФ заныли о мире. Хотят признания территориальных реалий и остановки атак ВСУ. Вот что они заявили. Для достижения всеобъемлющего, справедливого и прочного мира Украина должна вернуться к нейтральному внеблоковому статусу, зафиксированному в Декларации о ее государственном суверенитете 1990 года. Отказаться от вступления в НАТО и ЕС должны быть признаны новые территориальные реалии, сложившиеся в результате реализации права народов на самоопределение, заявили в МИД РФ. В ОП уже отреагировали на последние требования Москвы по миру. Абсурдные заявления противника лишь подтверждают его недееспособность. Как отметил Михаил Подоляк, для завершения войны необходимо, чтобы Россия вывела свои войска суверенной территории Украины. Признала, что СССР распался, а постсоветские страны имеют весь объем суверенитета. Выдала военных преступников и авторов войны. Закрепила зону демилитаризации на своей территории. Сократила наступательное вооружение. Должна отказаться от арестованных в других странах российских активов в пользу Украины. Также нужно провести международную конференцию по организации контроля над ядерным арсеналом РФ. Юридически зафиксировать программы репарационных выплат со стороны РФ. Сейчас не будет никакого диалога, пока Россия не выведет свои войска.